Это видео специально для тех людей, которые говорят или пишут комменты, а почему Киев молчал 8 лет, когда бомбили Донбасс. Где вы были? Рассказываю для тех, кто в русском танке. Я даже нарисовал для вас наглядную картину, чтобы вы смогли увидеть, как все происходило на самом деле. Только русская пропаганда все перекрутила ровно наоборот. Но правда, вот она. Это истина того, что на самом деле произошло в 2014 году на Донбассе. И происходит сейчас. Начнем отсюда. С 1991 года по 2014. 23 года спокойной и прекрасной жизни в Украине. В 2010 президентом становится Янукович. Очень спорно. Потому как это регионы, это бандиты. А регионы это Медведчук. А Медведчук это кум Путина. Ну ладно, каким-то образом он стал президентом. И народ Украины давай тогда попробуем пожить. Посмотрим, что будет происходить. Из 2010 года по 2014 в стране происходит полнейший беспредел. Вы представляете, бандиты у власти. Вся судовая система принадлежит им. Наказать их нельзя. Они делают, что хотят. Человек строит бизнес свой. К нему приезжают. Там он пять лет его строил. И говорят, все, 50% должен платить каждый месяц. Он такой смотрит, за что? Извини. Так, так. Так надо. Надо сюда бабло возить. И народ это терпеть не смог. А не хочешь платить, отжимали бизнес, забирали. Ну, 90-е те же. И народ не захотел. Не захотел так жить в таких условиях. В 2014 свергают эту власть. Устраивают революцию и свергают его. Янукович едет в Москву. Царев, Левочкин. Тогда все регионалы уехали. Некоторые остались. Медведчук, Кумпутин остался. Шуфрич остался. Кто там еще? Бойко остался. Ну, не об этом сейчас. Но что Янукович говорит в Москве? Две области принадлежат мне Луганск-Донецк. Это на самом деле так. Это бандитские две области, которые он тогда контролировал. Говорит, тут все мои люди. Мне нужно тут оружие, чтобы хотя бы две области за собой остались. Оставить. Путин такой, конечно, давай. Давай. И в 2014 году русские, смотрите, сюда, по коридору России, в эти две области заезжают тяжелое оружие. Танки, пушки, ракеты. Все сюда заехало. С России. И народ Луганска и Донецка в ужасе начали тут жить. Потому как они же начали бомбить своих же, чтобы потом по новостям перекручивать все. Пропаганда и показывать, как будто это Украина бомбит своих 8 лет. Но Украина, Киев защищали свои территории от варваров. Чтобы эти не пошли дальше, не захватили Украину. Вот фронт с 2014-го. 8 лет. Но это они же сами же себя и бомбили тут. Своих же, потому как им нужно было тут власть в этих двух областях. ДНР и ЛНР. Кто подписался на это тогда? Захарченко, Моторола, Гиви, Бэтмен. А где они сейчас? А их ФСБшники всех убили. Они грязную работу сделали. Все, они не нужны. Их своих же слили. Вот вам и вся правда. А сейчас что происходит? 24 февраля 2022 года. Россия начинает войну по всей территории Украины. Под обманным предлогом, будто она спасает народ ДНР и ЛНР. Который она сама же и захватила, разбомбила в 2014 году. Россия, русские, вот кто это все сделал. Вы сами же сделали. Шуфрича в Киеве задержали недавно. За то, что он сбрасывал фотографии у Москвы, где расположены воинские части. СБУ. Царев сейчас появился тут, кричит русский мир, зетовцами. Но кто это всю войну развязал еще в 14-м, 8 лет? Кто ее бомбил? Россия ее развязала. Слава Украине. 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 Продолжение следует...